И сегодня один из представителей так называемой ДНР признал, что в России Донбасс, мягко говоря, не ждут. Мол, в ближайшее время присоединение к России не произойдет. Это цитата. Но с другой стороны, освободить от террористов часть Донецкой и Луганской областей быстро не получится. А это значит, что миллионы людей на долгие месяцы, если не на годы, зависнут. Зависнут между двумя странами и под властью террористов. Что же это за жизнь? В каких условиях приходится выживать нашим согражданам? Наш эксклюзивный материал из Донецка. Люди сами рассказывают, как им приходится выживать и что они думают. Все это без купюр. Мало хорошего. Что тут хорошего, когда вот такое творится, дурдом. И назад у нас никакого возврата уже нет и не может быть после всех этих бед, которые мы испытали. Вот я живу в центре города. Казалось бы, здесь не бомбят ничего. Но у меня 20 октября волной как дало, когда вот это или У или что там было, я не знаю. У меня от балкона ничего не осталось. Мы ездим в Украину за пенсией, к сожалению. И это очень тяжело нам уже в нашем возрасте. Но ничего другого, иначе мы ноги протянем здесь. Цены, конечно, поднялись. Как и везде, собственно, оно и в Украине так же. Цены одинаковые. Вот смотрим, сравниваем. Может быть, у нас этого ничего и не было, если бы новое наше правительство, которое потом в результате переворота было, первым вопросом не поставило вопрос языка. Мне что Россия моя родина, что Украина моя родина. В это нельзя было поверить раньше, что такое могло бы быть у нас. В процветающем городе, который был красивейший город, люди жили, работали. Шахты, шахтеры, работяги.